сегодня я поделюсь с вами рецептом очень вкусной закуски которые ваши гости будут просто разбирать еще горячей хрустящая снаружи сочная внутри брынза пивном кляре отлично сочетается с пряным пивным соусом ой уже слюнки потекли нам понадобится пиво брынза соевый соус мука яйца яблочный уксус сахар крахмал вода репчатый лук чеснок соль и растительное масло и так берем 350 граммов брынзы режем брусочками 3 на 2 сантиметра складываем кусочки в миску и заливаем брынзу чем надя пивом нет не пивом переходим на тяжелый напиток мы заливаем соевым соусом 50 миллилитров достаточно соевый соус пропитает брынзу и она будет иметь просто волшебный вкус и оставляем отстаиваться на 15 минут а мы в это время приготовим нежный и ароматный пивной соус который подойдет не только к брынзе но и к любому виду сыра к мясу и даже к рыбе ставим сковородку на огонь добавляем две столовых ложки растительного масла алексей тебе задание берем одну репчатую луковицу чистим и режем ее кубиками по 5 миллиметров надя тебе тоже есть задание надо взять чеснок два зубчика почистить и разрезать кубиком два на два миллиметра ты знаешь надюша я тебе открою маленькую тайну давай я когда первый раз посмотрел мастер-шеф так где участвовал сам вэл да у меня знаешь какая была первая ассоциация какая американец ты ты как сам вэл она армянина он похож на какого-то очень трогательного армянина так и есть да половину серьезно оправляем чеснок на сковородку и жарим буквально две минутки если масло сильно разогрето видите чеснок моментально поджаривается добавляйте лук давай лук и перемешиваем буквально жарим две минутки а мы приготовим тот самый хрустящий тающий во рту пивной кляр для этого в миску разбиваем два яйца добавляем щепотку соли и взбиваем вилкой до однородности ну мне кажется лук практически готов мы прямо сейчас должны залить его ароматным светлым пивом нам понадобится 200 миллилитров мы должны уваривать пиво 10 минут лишняя жидкость выпариться и мы получим изумительный насыщенный вкус добавляем частями яичной смеси муку 240 граммов я вообще не поняла ты сказал что кляр пивной а где же пиво а ну так пиво мы сейчас будем добавлять постепенно добавляем 250 миллилитров и обратно перемешиваем благодаря пузырькам кляр будет воздушным и пышным пары спирта попадая в горячее масло будут испаряться подсушивая кляр поэтому будет нежным и хрустящим пиво уже уварилась видите его стало меньше сейчас мы добавим к нашему соусу еще ароматных ингредиентов для этого пиали нужно смешать соевый соус две столовых ложки яблочный уксус одну столовую ложку и добавляем одну чайную ложку сахара теперь переливаем к вареному пиву и варим еще 10 минут в это время ставим сотейник на огонь наливай полтора стакана растительного масла толщина слоя должна быть три сантиметра масло должно покрыть брензу да полностью мы будем жарить ее во фритюре будет очень очень вкусно если вы обожаете блюда приготовленные во фритюре и часто и готовите для себя и своих родных вам конечно же удобнее будет использовать не такой вот сотейник а специальную фритюрницу тем более что есть фритюрницы небольшие всего на пол литра масла для небольшой семьи а бывают бытовые варианты от 1 до 3 литров главная безопасность поэтому фритюрницы должны закрываться крышками и конечно же обращайте внимание на материал чаша должна быть с антипригарным покрытием чтобы продукты не прилипали к стенкам и не пригорали чтобы выбрать фритюрницу для себя вам не нужно бежать магазин просто закажите ее в интернете смотрите как бренза поменяла цвет и она впитала в себя соевый соус теперь мы должны убрать с нее лишнюю влагу для того чтобы она не мешала кляру хвататься крепкой корочкой вы застели бумажное полотенце и теперь аккуратно нужно переложить брусочки туда приготовим панировку насыпаем в миску 30 граммов муки нужно каждый кубик обвалять в муке соус почти готов да но он еще жидковатый теперь берем маленькую пиалочку добавляем в нее одну четвертую чайной ложки крахмала и 1 столовая ложка воды перемешиваем и добавляем в соус и он затянет сделать его густым кусочки брынзы мы уже обваляли в муке теперь их нужно окунуть в кляр и опускаем кипящее масло смотрите как кляр хорошо схватился сразу корочкой со всех сторон ой какие они аппетитные и как это быстро все выходит все брынза готова а также наш соус тоже готов он стал гуще посмотрите переливаем его в соусник но вы знаете это похоже прям на пир какой-то опять едим руками мы сегодня просто вот пиво к этому располагаем да 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 ну все межподобно ты понимаешь да такой кляр воздушный нежный а блин за какой привкус это очень вкусно и обязательно приготовьте такой соус волшебный я думаю такую да я бы не назвал даже закуску еду можно спокойно готовить для компании чтобы с друзьями сесть это и вкусно и полезно и полезно и питать